Смотри, мы с тобой уже говорили о левом боковом на скачке. Ты его пытался сегодня делать. Тяжко получается, потому что сложное движение, потому что дистанционное, дальняя дистанция, тебе видно, еще что-то. Ну, если мы просто разберем сам механизм, то есть в любом случае, если ты стоишь на месте, на полной стопе, на обеих ногах, то тебе, конечно же, прыгнуть с места тяжело. Ну, делаешь какой-то подсед. Дистанция какая? Ну, вот небольшая дистанция, вот дальняя дистанция. То есть идет шаг, отсюда как бы не напрягаюсь, я не напрягаюсь, я могу подпрыгнуть небольшим подскоком. С небольшим подскоком, что? С разворота левой пятки. Но в любом случае, фишка в чем заключается? Что я прыгаю вверх и вперед, получается, вверх и вперед. И рука у меня чуть опаздывает по отношению прыжка. То есть я как бы начинаю прыжок вместе с рукой, вместе с рукой, подскакивая. И уже за счет вращения у меня вылетает кулак. Если у меня рука пойдет раньше, потянусь я елею, или даже просто и правильно я начну бить, там круговое движение пойдет, то сразу же плечо перевернувшись, оно меня заземлит. То есть у меня не получится длинного подскока. Если отработать, то максимально длинный, конечно. Но для меня ударная вот эта вот дистанция уже ударная. Вот я достаю. Почему? Ну, конечно, с места тяжело. Я себя что? Я себя разгоню. То есть вот через подсед, где-то подсед. Что? Группируюсь немножко. Чисто для отработки. И вот сюда локоточки. И прям вот в этом положении выпрыгиваю. Только не туда лечу, а именно выпрыгиваю и с вращением. Вот это движение. Тут именно собраться здесь, сгруппироваться. Как бы именно в группировке прыгаю и приземляюсь с ударом. Приземляюсь с ударом. Вот этот важный момент, начало самого удара. Не рукой, а именно момент, что я прыгаю вперед. Более ближняя дистанция, если в челноке. Если я ходил, там раз, два, три, шаговая движение. Грузанул эту ногу, разворот сделал. То же самое. Раз, два, три. Оп! Какой-то разворот. И опять не рукой сюда, а опять локоточки группируюсь. И выпрыгивая вверх, делаю разворот. Вместе с кулаком делаю. Главное начать вместе с кулаком. Вот из этого положения, пока плечи не перешли в фронтальное положение, грудь не перешли в фронтальное положение, попытайтесь кулаком не тянуться. И у тебя сразу это получится. Более, ну, принцип паузы, небольшой задержки кулака, тем более для бокового удара, он существует именно для того, что движение плечевого корпуса, кулак опаздывает по отношению к плечу. И происходит что? И происходит именно траектория сбоку. Если при прямом ударе плечо, кулак сразу пошли, то есть прямое движение, то здесь именно запаздывание. Плеся я чуть назад плечиком прям вот качнул движение, он запаздывает. Так могу поставить, так могу поставить, но кулак запаздывает. И именно это запаздывание очень важно при движении прыжковым. Оп! Вниз собрался прям. Оп! И отсюда выпрыгнул вместе с локтями как бы. И потом ударил. Принцип челнока, он тоже самое. В челноке тоже самое. Оп! Здесь у меня уже вот это есть, то есть не дальняя дистанция. Челнок короткое, быстрое действие. Поэтому я делаю это не на дальней дистанции, потому что чем быстрее, тем оно короче. Короткое движение. И здесь уже там что-то добавляю. Пам! Либо ушел. Но прыжок и удар. Подскок и удар. Вверх, и вперед. Что рука не опережает на прыжковом движении толчка ноги. Это самое важное. Группировка собрана, как вы, как шарик. Выпрыгиваете и бьете. Просто даже могу отработать. Посмотрите, вот я прыгаю и ударил. То же самое. Какая разница? Я прыгаю вверх и вперед. Но прыгаю вместе с руками. Как отработка в воздухе. Так ударил. Я не ударил и выпрыгнул. Я вместе с кулаком выпрыгиваю и бью. Пробуйте. Ну что, потянулись?